здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите пожалуйста подписывайтесь на мой канал сегодня мой и ваш гость денис невидомский политик судья в отставке здравствуйте днис добрый вечер спасибо что нашли время есть определенный спектр вопросов хотел бы обсудить эти темы с вами давайте начнем с основного сейчас все говорят о войне но в любом случае тема возможных мирных переговорах или каких-то моделей относительно достижения мира они тоже актуальны разговоры вот есть такой германский сценарий скорейшего окончания войны сейчас его обсуждают германии ну и понятное дело уже практически в украине в том числе но по крайней мере то что было сообщено так вот немцы говорят о том что формат такой остановка на сегодняшний день боевых действий по линии фронта и после чего якобы быстрое принятие украины в нато дело в том что ноги дорастут уже давно по этому вопросу я помню в свое время генри киссингер говорил и предлагал такую модель более того недавно о такой модели в общем то писала ля республика итальянская такая серьезная газета ну и конечно же эту тему коснулся обозреватель бильд марк оливер рюлли скажите пожалуйста почему эта тема сейчас актуальна и почему она подогревается я со своей точки зрения скажу что я абсолютно не верю в этот вариант потому что мирные инициативы германии они не отвечают интересам ничьих сторон точкой компромисса я здесь не вижу какая разница пройдет будут стоять скажем так форпосты нато возле харькова или они будут стоять возле киева то есть и расположены там же будут системы про и все остальное если украина войдет в нато кто или та или иная часть ее войдет в нато то по большому счету на подлетное время это не сильно скажется то о чем говорил президент россии поэтому здесь я не вижу точки компромисса то есть если немцы или те кто в германии озвучивают эти тезисы думаю что вся проблема для россии для того же путина это запорожская там условно херсонской области ну так и я думаю что это далеко от истины извините но дело в том что этот известный аналитик марк рюли он говорит о том что уже есть исторический вариант развития событий и все это накладывает на ситуацию с фрг и гдр помните когда их разделили до 90-го года это были разные страны они ходили разные лагеря в том числе военные блоки и таким образом он говорит затем можно будет урегулировать все дипломатическим путем просто на это нужно будет время наверное это и объясняет его активность почему он предлагает такую модель потому что он считает ее как бы результативной и эффективной просто единственно что на это идет очень много времени вы считаете это актуально я считаю что совершенно разные контексты были и на минуточку германия проиграла войну союзникам именно союзники разделили здесь предлагается разделить ее условно противника то есть совершенно разный контекст и совершенно разные задачи условия то есть это все равно что сравнивать с южной северной кореи есть контекст исторически на этой территории и не надо ходить там германию не находить северную и южную корею достаточно посмотреть на историю этой территории историю это государственности на этой территории и тогда можно будет понимать какие нас ждут варианты да всяким пидором я хочу сказать что я за целостность и суверенитет украины но как я журналист и должен задавать все вопросы на которые хотел бы услышать ответы экстраполируя ситуацию в том числе на взгляды наших так называемых там западных партнеров или аналитиков которые занимаются украинским вопросом приятно это неприятно но по крайней мере это есть предмет обсуждения значит смотрите вот вашингтон пост написал о том что якобы у трампа есть тайный план как остановить войну в украине но правда они там ссылаются на какие-то непонятные источники но я не думаю что все так просто в то же время спикер штаба трампа такая каролина левит отметила что источники издания на самом деле не имеют вообще никакого представления о том что происходит или произойдет понятно но дыма-то без огня не бывает более того это вашингтон пост о чем речь я думаю что все эти волшебные планы как пресловутая вундерваффля это из теории заговоров не имеющие ничего не имеешь никакого прямого отношения к реальность то есть весь вопрос состоит в том что готовы ли будет западный мир реально ставить свое существование на чашу весов какие геополитические интересы готовы соединенные штаты просто прежде всего соединенные штаты поставить на чашу весов в этой войне если мы видим о том что даже россия готова поднимать ставки то запад это делает больше на уровне перформансов макрона или там каких-то заявлений президента байдена в университетах студенческих кампусах или там предвыборной кампании то есть это не не те не те факторы которые могут повлиять на установление мира в украине то есть я так понимаю что мы можем рассчитывать или на поддержку полную с перерастанием в третью мировую войну либо афганский вариант вижу честно говоря других каких-то моментов которые могли бы реально повлиять на ситуацию сегодня буквально недавно зеленский дал развернутое интервью она была очень своеобразным вы следили за ним вы смотрели его выступление что вы к этому поводу думаете как вам сама форма подачи информации конечно содержательная часть мне это очень интересно на самом деле я не услышал каких-либо революционных вещей все то же самое по большому счету изменения только в том что уже как бы наша горечь и обида по поводу тому что нам деньги будут давать в кредит они просто так открытый открытый счет это уже скажем так прошло стадию принять принятия как знаете есть 7 стадии принятия неизбежно вот мы уже пришли на стадию принятия неизбежно то есть это зеленский сказал о том что это единственный раз так пусть так потому что других вариантов уже нет то есть у меня например возникает вопрос как бы если мы говорим всю дорогу и независимости то получается независимость имеется в виду вот кого-то конкретного они вообще независимости от от всех то есть борясь за независимость от одних мы попадаем в полную зависимость от других где-то на независимость так это вообще отдельная тема разговора последние 15 лет независимости украины и не хочу говорить о точке отсчета когда это произошло но мы активно находимся под влиянием и даже честно говоря не можем назначить никого на ключевые должности без согласия так называемых партнеров а кстати вот вы спросили немножечко отклонимся от нашей системы диалогов в этой теме а вот вы слышали да относительно назначения возможного кипера по моему сейчас глава одесской администрации на должность генпрокурора вместо костина и там же опять наши западные партнеры выступают якобы против и предлагают чтобы все было ровненько как они считают они настаивали на том что высытник стал генеральным прокурором но власть это не удовлетворяет потому что у сытника у зеленского есть напряжение в отношениях он сейчас замглавы на языка так вот они говорят мы согласимся тогда когда кипер будут генеральным прокурором а сытник его первым заместителем вот такая козавдит по нас херня по малято вот это ж вообще ужас однажды лебедь раком щуку вот это вот та ситуация когда они пытаются какой-то баланс между интересами скажем так правящих кругов украине соблюсти то есть это люди совершенно из разных скажем так вселенных из разного подчинения из разных команд и как они будут будут очевидно как как и было раньше когда одна сила правящая назначает своего главного а вторая для какого-то контроля для противодействия назначает зам то есть абсолютно не рабочая история если мы говорим об эффективности но а вы вернемся все-таки к истории а показал достаточно достаточно грамотный парень но при этом он себя показал достаточно большей степени лояльным когда был на должности прокурора киева за что был повышен скажем так в одессу на главу администрации сейчас как бы вот вполне логично что его будут возвращать обратно в прокуратуру генеральную и на самый высший должность потому что он во первых как бы там ни было в этом вопросе профессионал и кто же высокая степень лояльность если вы обратили внимание сейчас идет массовая смена рулевых и совершенно скажем так пришли другие люди которые больше больше степени лояльности находятся купы да кстати это правда но параллельно с назначением я помню олега кипера на должность главы одесской администрации государственной шли конкретные информационные сливы относительно незаконного обогащения этого человека и многие приписывали его как человека ермака и это тоже влияло на определенные разводы до относительно там команды ермака и владимира зеленского нужно ли ему это обострение или нет ну то есть и о чем что ермак расставляет как говорили журналисты на свои значит ключевые должности а именно людей которые лояльны к нему прав ли я или такая версия она не имеет смысла нет безусловно правы слух мне не быть не может конечно опл лица ермака оставляет более четкие акценты во власти и ставят людей и выстраивает вертикали еще более жесткую то есть это опять же недалеко в историю находить каким образом тоже действовал берия тоже расставлял своих людей и кроме того тут немаловажный момент что когда речь начинает заходить о незаконном обогащении о коррупции всплывают факты безусловно я думаю что немаленький процент того что озвучивают это является правдой но это маст хэв это не это как это сказать для украинской политики для украинского чиновничества это маст хэв это мы с вами прошлой прошлом эфире затрагивали вопрос эффективности набу этих антикоррупционных вот вот это как раз в этой истории то есть вопрос не раскрыть коррупционера не наказать его держать в узде что когда нужно будет вывалить на него компромат когда нужно будет его сбить нужно будет помешать в войне внутренней вот тогда эти органы весь наработанный компромат они выбрасывают через своих же журналистов в паблик и пытаются таким образом влиять вот собственно для этого эти структуры и создавались да но мы вернемся к интервью зеленского он там много чего интересного рассказал много из такой пессимистичной серии или довольно взвешенной спокойной вариации но я вот о чем зеленский сказал что негатив против мобилизации в украинском обществе подняли россияне давай рассказывать о русских ипс у нас все что плохо воспринимается народом или вызывает возмущение это связывает в первую очередь власть имущество какими-то там российскими ипсо и так далее вполне вероятно что что-то может быть но не также массово как вы к этому относитесь и что по этому поводу думать давайте так на самом деле воюющие обе стороны используют слабую позицию каждая из сторон но видео уже снимали не россияне это же не россияне отбиваются от тцк это же не россияне с разбитыми лицами рассказывают о том что их выхватили допустим из маршрутки той же и не дал возможности не адвокату позвонить превысит полномочия не имеет права по закону тцк на всяком случае по действующему на сегодняшний момент закону задерживать людей лишать их свобод то есть человек может быть задержаны единственное если в отношении есть уголовное дело и это делают не сотрудники тцк сотрудники правоохранительных органов если есть уже какое-то соответствующее решение там судебной инстанции или следственного органа в этом случае есть возможность доставить для этого следственного органа но никак не в тцк понятно что власть смотрит на это сквозь пальцы потому что мобилизация это вопрос жизни или смерти этой власти поэтому как бы весят беспредел проходит проходит и суды особо стараются не вмешиваться потому что свой себе дороже и то же самое прокуратура и соответственно и общественное мнение тоже каким-то образом этот вопрос обходит стороной то что этот фактор используют да конечно будут использовать используют и будут использовать противники украины потому что это слабое место на которое они дают мое отношение к повышению скажем эффективность мобилизация и уже высказывал это личный пример и то что люди должны ощущать что если они отдают за это государство своей жизни и рискует здоровье то государство должно соответственно к ним относиться и люди должны понимать что если они будут ранены или не дай бог убиты то государство побоет позаботиться о них а их семья к сожалению как адвокат и вижу что такое происходит далеко не всегда скажем так мясо дмитрий лобинец это омбудсмен украинский человек который следит за тем чтобы не нарушались права человека и вот он заявил о том что нельзя тцк задерживать людей на улице соответственно он считает это нонсенс особенно с применением физической силы это все противозаконно даже тот рассуждает и философствует кто от этого выграют армия нет граждане украины тоже нет они боятся выходить на улицу ну понятно этот лепет детский мы слышали 150 раз но кроме этого разговоров нужно как-то действовать он вправе там обращаться в государственные органы писать письма хотя бы имитировать какую-то деятельность пока что я этого не вижу ну да бог с ним но в измаильском районе сотрудники цк пытались мобилизировать парня которому оказалось 14 лет более того он сирота значит уже сейчас возбудили уголовные дела но там никто ничего не спрашивал посадили в автобус привезли я не хочу там говорить об обоях это отдельная тема в общем этим занимается правоохранительная структура но парень круглый сирота живет с бабушкой ему там ломали руки как он описывал эту картину били там значит люди в военной форме в балаклавах и что вот как это можно объяснить таких фактов практически каждый день находятся для того чтобы люди видели как на самом деле картина происходящего будет потому что это государственный тренд потому что это не из ряда вон выходящий случай то есть это что для нормального человека они налазят на голову это стало государственной политикой это что я убенцу скажем так любому человеку находившийся сейчас на этой должности не завидует любой порядочный человек бы ушел в отставку со скандалом он пытается как уж на сковородке нашим и вашим место теплое на войну не забирают а то у кого забирают ну извините так вине самое интересное что когда они узнали возраст этого парня что ему 14 лет они просто его вытолкнули из автобуса пригрозив ему расправой если он расскажет кому-то об этом инциденте и он домой шел около двух с половиной часов это если бы не вмешались как бы люди которые не безразличны к этим процессам и не хочу там гореть активисты но люди которые понимают что происходит только потом возобновили или смысле начали там пристально следить за этими цскашниками а потом даже появилось возбудили я так понимаю криминальное дело и там сейчас занимаются расследование но только после того как обычные люди в это дело вмешались а никакие не лубинцы или какие-то политики которые там отвечают за работу с электоратом вот оно что знаете вот такие органы как конституционный суд как упомоченный по правам человека они созданы для того чтобы как раз оберегать людей от тех представителей власти которые перестали выполнять свои конституционные обязанности но по факту у нас не действует системы монтаски нет системы сдержек и противовесов у нас есть жесткая вертикаль и по этой жесткой вертикали абсолютно действуют все чиновники неважно должность этого чиновника то есть это или судья районного суда где-то в селе или это допустим председатель конституционного суда или это уполномоченный по правам человека или это глава парламента любой чиновник действует тренде если вы возьмете какой-нибудь раз прекрасный деталь золотую сделанную в rolex и засунете в какие-нибудь китайские часы не работать не будут не часы не сломаются и деталь эту выбросит и сломает вот поэтому невозможно чтобы в системе которая работает особенно во время войны настолько жестко и настолько вертикально чтобы какой-нибудь уполномоченный по правам человека заступился за людей пошел против воли власти и при этом остался на должности и не в тюрьме если мы говорим о лубинце еще один маленький факт еще одна страница но очень важно значит омбудсмен наш заявил о том что в украине выросло количество жалоб на нарушение при мобилизации ну это было сказано уже после того с этим парнем скандал произошел которому 14 лет чем мы говорили выше так вот он заявил о том что в украине действительно задокументированы случай отправки на фронт без обучения и гибели новобранцев при этом он говорит что никто за это не наказан никто никакой ответственность несет а я помню как и владимир зеленский давай очередное там интервью или записывая видео и в том числе все представители высокопоставленные военного блока говорили что сначала подготовка трехмесячная а затем даже не трехмесячная начальная а затем как бы фронт и вот такие факты есть лубинец об этом говорит и подтверждает ну что никто не несет никакой ответственности повторюсь речь идет о государственном тренде к сожалению нету сейчас доверия того основанного на справедливом социальном договоре согласно которого государство берет на себя определенные обязанности и гражданин также берет на себя определенные обязанности государство обладая аппаратом и возможностью принуждению она требует свою при этом абсолютно не заботясь о тем чтобы отдать тот долг который они должны гражданин и получается что нет никакого договора есть абсолютное принуждение то есть и конечно люди будут сопротивляться к сожалению я это говорил и до войны повторюсь что мы построили такую политическую общественно политическую систему в котором государство гражданин является врагами и каждый из них решая свои задачи не то что не заботится о контрагенте а наоборот считает главной доблестью и успехом это обмануть отобрать обобрать и гражданин со своей со своей стороны считается особой доблестью не заплатить налоги не выполнить там воинскую обязанность каким-то образом не заплатить штраф нарушить правила и не попасться то есть это становится таким стало уже к сожалению таким трендом который работает на разрушение государства и это гораздо страшнее чем внешний конфликт сейчас там 10 11 должны вынести в сессионный зал на окончательное голосование закона мобилизации и опять очень много противоречий одно из них я хотел бы с вами обсудить или даже несколько давайте обратим внимание вот законопроекта мобилизации вернули ограничение консульских услуг тем украинцам кто не имеет военного билета это закон как вы считаете закон это же просто больше вы напишите в законе это же будет закон это неконституционный так я вот об этом спрашиваю я говорю об основном законе страны котором называется конституция это антиксон на решение правильно безусловно это неконституционное решение и какие ограничения не предусмотрены конституции и скажем так государство наказывает своих граждан которые находятся за границей то есть вы можете возбуждать в отношении дела за незаконное пересечение но за это даже нет статьи уголовного кодекса самое интересное что уголовной уголовной ответственности за незаконное пересечение границы не существует только для организатор и не получается государство по мелкому мстит но поймите правильно что это норма никого в украина не вернет вот никого не верну то есть фактически люди еще больше потеряют связь с украиной окончательно потеряют связь с украиной потому что государство откажет им в документе и соответственно люди будут получать документы в стране в которой они получают защиту то есть еще больше будет разрыв в отношениях между государством и гражданином те люди которые здесь останутся они тоже посмотрят какое-то от какое-то отношение к гражданам своей страны если вы создаете законы пока которые нарушают конституцию и люди вынуждены искать пути как страну покинуть хотя такого не должно быть не должно быть такого чтобы было ограничение то есть премьер-министр финляндии когда стоял вопрос в сороковом году о создании там мощной линии обороны там линиям энергии мои о ассигнование на армии он сказал что наше главное не можем противостоять огромной мощи советского союза но при этом наша задача не тратить миллиарды на вооружение а создать такой образ жизни который люди захотят защищать то есть даже если вы купите лишних десяток самолетов если люди не захочет не захотят защищать это государство не захотят принести себя в жертву ради этого государства если ничего не они чувствуют что нет и их и нет именно этого государства то нет смысла тратиться на вооружение потому что это все равно причину на поражение в этой ситуации тоже вместо того чтобы максимально вот обратите внимание в начале войны я даже писал об этом что вот я сейчас увидел выступление зеленского как будто мне дежавю 2019 года то есть отношение было к людям человеческое от налогов люди были освобождены потому что но какая работа какие налоги если вопрос идет о выживании то есть все законы которые смягчили людям жизнь государство не смогло таким образом выстроить свою политику чтобы людей уберечь от это и начала хотя бы делать шаги чтобы смягчить вот этот эффект а сейчас все эти законы по отменялись такое впечатление что ли война закончилась или мы живем какой-то параллельной реальности все те действия которые власть начала предпринимать правильные действия на тот момент из тех обстоятельств которые сложились она все по отменял уже ничего этого не и проверки вернулись и налоги вернулись и все 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 да но мы говорили о мобилизации законопроекте которые должны 10 11 проголосовать в верховном совете в окончательном варианте так вот народный депутат ирина фриз она представляет комитет на безопасности она там врасывает некоторые инсайды о чем шла речь на комитете вот на последнем заседании профильного комитета она говорит что было решено заново рассмотреть вопросы блокирования счетов запрета управления автомобилем выезда за границу для уклонистов а я напомню что ранее эти нормы как раз были из законопроекта исключены правками оказывается да похер все равно можно вернуть любой момент это все обратно вот так вот ну скажем так это больше вот эти посты фриз они похожи на как это явка с повинной сотрудничества со следствием то есть вы помните что когда принимали она же написала как сожалению осталось меньшинстве я мол голосовала против то есть если что то как бы я на самом деле было против а вот они нехорошее большинство взяли право вот так это прозвучало но здесь ничего нового и не повторюсь то есть увеличивается разрыв между волей гражданина и волей государства то есть что это сподвигнет людей каким-то образом все бросить и пойти на войну нет те эти все ограничения это просто еще огромный пласт для коррупции коррупция и так зашкаливает а это будет еще способы еще озолотятся опять чиновники которые при помощи которых будут эти законы обходить но если мы будем говорить о том что озолотятся украинские чиновники некоторые представители репрессивных органов украинской власти а есть такие мелкие организации которые там созданы свое время при больших структурах которые занимаются на безопасность они будут говорить что мы просто но продвигаем российское псу это же один из трендов мол типа если говорит о том что кто-то из журналистов что власть обогащается на войне это значит русские ли там как они там называются нарративы скажите вы когда вот это видите когда-то слушайте вы считаете что это работает на сближение между обществом и властью или все-таки это просто отрабатывание денег да ноунеймами которые не нашли себя но зато присосались к власти и теперь занимаются охотой на ведьм как вам кажется охота на ведьм она особенно всегда становилась такой ожесточенной именно вот такие смутные времена во времена войны во времена больших чисток то есть часто эти времена совпадали в истории и соответственно легче всего не решать проблему начать уничтожать того кто это сказал то есть это фактическо то ситуация когда больной приходит к врачу врач у него выявляет сифилис а вместо того чтобы лечить он начинает писать жалобы на врачи да или кстати вы заметили денис простите вот вы заметили как некоторые представители власти я говорю о правоохранительных структурах действует даже абсолютно открыто и безнаказанно чего стоит только скандал когда одному из журналистов который занимался расследованием и по результатам этих расследований оказалось что начальник по моему служб безопасности украины который занимается кибербезопасностью оказывается очень активно обогащался последнее время стал очень зажиточным за этот ужасный кошмарный военный период при я так понимаю кураторстве какого-то своего подчиненного но я знаю фамилии не буду называть вместе с представителями цвк цтк простите нашли этого парня чуть ли там я не знаю или метро или где и вручили ему повестку вот так вот происходит борьба с теми кто много говорит как вы это как юрист как судья в отставке как адвокат как вы это воспринимаете как вы видите эту ситуацию знаете тут никакой юридической оценки нету потому что здесь юриспруденция не какое-то чисто политические процессы внутривидовая борьба и этот паренек который такой взял и раскрыл ни с того ни с сего он же сам это не сам эту информацию получил есть соответствующие органы которые его курируют из-за рубежа и предоставляют такую информацию когда нужно было порошенко сбить в 2019 году же поставить на его место зеленского что сделали кураторы они через бегу сослели информацию которая не может быть в обычном доступе то есть там оперативная информация с цифрами с счетами со всем доступом с переговорами с пленками которые возможно только спецслужбы такую информацию могут раздобыть возьмем эту историю имеют и про свинарчуков еще то есть вы считаете что это все организованное по крайней мере все это 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 же ни для кого не секрет что наживаются наживаются да и об этом молчат до тех пор пока не наступает конфликт интересов между теми этим только получается конфликт интересов это становится достоянием общественности люди как первый раз узнали а до этого как бы были абсолютно уверены что кристально чистые люди нами то есть я так понимаю вы даете понять или можно сделать вывод с ваших слов что определенной группе людей наверху вот эта ситуация выгодна потому что она как бы дает им возможность раскрыть крылья я не говорю там о больших богатствах хотя само собой но в том числе приподнять себя в плане влияния на процесс внутривидовой борьбе так и совершенно верно та же самая ситуация по поводу употребления наркотиков бегусовскими журналистами не знали это раньше дознали сто процентов просто опять внутривидовой конфликт это его проявление а когда вступились более серьезные как бы силы за тех кто курирует этих бегусов то начались извини вы помните извинения перед журналистами которых которых били которых арестовывали которых преследовали за то что они выполняют свой журналистский долг никто никогда за это не извинялся то есть для того чтобы перед тобой извинились ты не должен быть честным журналистам говорить правду для этого у тебя должны быть правильные аккураты да но вернемся к внешней политики снова закроем этот блок есть три вопросика хотел бы чтобы вы поделили свое мнение по этим тем значит первое значит насколько я знаю стефанышина заявила о том что нас не хотят видеть в нато скоро будет саммит нато тем более нато отмечает 75 лет юбилей и бол против того чтобы членом нато стала украина выступают именно соединенные штаты америки и германия ну да бог с ней с германией возможно позиции их можно как-то объяснить но что касается соединенных штатов для многих это было прогнозируемо а для некоторых это вызвало как бы удивление так понимаю тех кто во власти хотя напомню что перед этим саммитом и подаляк такой советник главы офиса и министра страны дел кулепа говорил что то что произошло в том году на вильнюсском саммите не беда в следующем году в вашингтоне мы получим какой-то там птд или что-то особые условия ничего этого нет и не происходит нас опять оболгали и нам наврали или что ну не хочу повторять общий нарратив про морковку я просто скажу что не было такого в истории чтобы воюющую страну принимали в военный блок то есть совершенно очевидно что это приведет сразу глобальному конфликту речь могла бы идти о принятии военный блок ну никак не в военное время то есть можно было использовать слабость той же россии как это сделали страны балтии польша когда россия не имела того веса не не была готова конкурировать с боком нато и говорится право сильного это право на силу и не в той сейчас ситуации мы находимся и понятное дело что польша тоже страны балтии они не имеют такого значения геостратегического как имеет украина для россии и все рассказы вот тоже та же история с которой мы начали о том что какую-то часть украины примут на то ну это из области фантастики не для этого россия начинала масштабную войну с украиной для того чтобы какая-то ее часть вступила в нот а тогда у меня вопрос скажите если мы все прекрасно понимаем статус-кво ну и очень то вы рассказали наших зрителей что это невозможно во время конфликта то есть действительно по всем статусным документам такого не может произойти априори но украинская то власть уверена что в общем то будет обратная более того это ольга стефанишина которая является вице-премьером по европейским делам она сказала о том что именно все союзники вот как хитро она говорит все союзники украины трудно понять да их типа много все за кроме двух там сша и германии и теперь мол когда это стало достоянием гласности что суден на штаты америки и германия ведут такую политику негативно по поводу украины относительно нато теперь они пытаются там некоторых наших значит европейских там так называемых союзников или партнеров это сложно сказать в этом плане да обвинить в такой же точно позиции в первую очередь идет речь о венгрии о том что они там постоянно палки колеса оставляют украине и конечно же словакия как вы считаете вот те люди которые за бугром или там за океаном следят за заявлениями украинских чиновников какие не выводы делают и как мы вообще выглядим когда мы позволяем себе такое говорить я думаю что им абсолютно все равно вот абсолютно все равно что говорят украинские политики того или иного звена потому что для них гораздо они гораздо больший театр политических действий видят то есть для нас это конфликт конец цвета для них это один из театров действий вот как как югославия как вьетнам может быть это вьетнам еще было жестче потому что там америка напрямую принимала участие американские солдаты гибли как афганистан то есть пытаться повлиять на глобальную американскую повестку или там британскую какими-то заявлениями невозможно но это детский сад и кто всерьез это они могут слушать с умным лицом кивать там но это никаким образом не повлияет на ситуацию на ситуацию может повлиять только трезвый подход к ситуации когда не увидят трезвый подход к этим ребятам нужно приходить с готовыми решениями если вы к ним приходите с вопросами они и мне интересно они уже давно все вопросы получены ответ если вы хотите чтобы реально ситуация изменилась придите к ним со своим планом которые скажут о а здесь мы получим дешевле если этого дешевле то не будет то никакие моральные эмоциональные моменты там истерики плач угрозы они не повлияют глобально не на их мнение на их повестку да мы вспомнили в том числе и германии и и напомню кирилл буданов это главный разведчик украины дал интервью немецкому изданию ард и он там сказал что украина ожидает от россии все линии наступательных действий в конце весны начала лета он также говорит что сейчас на фронте на линии соприкосновения очень сложная ситуация но она якобы под контролем однако он кстати допустил и сказал что вполне вероятно что летом может быть наступление украинских в ссу ну во первых зачем это говорить во вторых противоречит ли это заявлением зеленского который говорит что и так очень сложно обороняться потому что не хватает вооружение снарядов и все что с этим связано не хочу развить эту тему но она в таком ключе как бы звучит от первых лиц какую игру буданов играет в ту которую и он играл то есть он действует на внешних игроков то есть у него такая работа он действует и говорит его риторика связана с воздействием на внешних игроков то есть и принципе не только буданов но и весь наш стеблишмент который рассказывает совершенно противоречивые вещи с одной стороны рассказывают потому что мы сами пойдем наступление а с другой стороны рассказывают что у нас ничего не хватает и если вы нам не поможете нас ждет поражение а стоит ли вообще говорить о каких-то планах о наступлении а ну вот так вот на широкий как бы вариант до публики если в тот раз у нас тоже был негативный опыт очень активно это обсуждалось с каждого утюга говорили о контрнаступлении практически политики и чиновники касались этой темы и потом было то что потом вы понимаете ну это ж чисто суньцзы искусство войны если ты слабый кажись сильным если ты сильный притворись слабым то есть когда вам заявляют что мы сейчас такие сильные и еще пойдем в контраступление дойдем до москвы то соответственно особых успехов ждать не приходится когда хотят нанести удар и вы наносят неожиданном месте мощно собрав все в один кулак всю энергию и слабое место у него политика политика у нас приоритетной стала над действительно военным делом ну и в конце нашего разговора я хотел бы вот о чем вас спросить зеленский дал интервью мы уже частично там кое-что обсудили но он сказал что не хватает снарядов не хватает вооружения это все очень сложно сдерживать значит линию фронта и он говорит что сейчас речь идет не только это если без помощи украина останется в дальнейшем о удержании того что есть сейчас но и он довольно как так выразился это может привести к потере государственности раньше он об этом никогда не говорил о чем это объяснить ну а таком он никогда не говорил уровень риторики он повышается постоянно потому что предыдущие предыдущие аргументы уже не обладают такой силы поэтому увеличиваются ставки отсюда и уровень пафоса и патетики что давайте ребята или вы помогаете или наша как бы гибель будет на вашей совесть отсюда и увеличивается как бы так и повышаются ставки но я просто помню что в приезжих своих интервью он говорил о том что если вот проблема украины все пойдет негативным вариантом то конечно же русские будут там европе и это как бы способствует конфликту но сейчас он говорит иначе я понимаю что мы стоим на пороге каких-то решений не знаю ли позитивных для украины или нет но все же поэтому градусы подымаются но то что ситуация обостряется на фронте с каждым днем это я думаю заметно невооруженным глазом в любом случае мы будем следить слеживать эту проблематику и наверное это будет предметом наших обсуждений спасибо вам большое единиц то что нашли время за то что ответили на мои вопросы а за что поделились своими мыслями жму руку и надеюсь на благосклонность в будущем спасибо взаимное спасибо вам уважаемые зрители что смотрели просто подписывайтесь на мой канал делитесь этим видео просто комментируйте лайкайте сегодня нашим гостем был адвокат политик судья в отставке денис неведомский меня зовут виталий дикий это мой канал дикий лайв подписывайтесь на него и не теряйте оптимизм через небольшой промежуток времени увидимся всего хорошего а